Новую врачебную амбулаторию Заседание общественной палаты Алтайского края прошло в Барнауле. Что обсудили, расскажем в выпуске. Власти города планируют демонтировать буквы «Барнаул – город Орденоносный» на крыше одного из домов на проспекте Красноармейском в краевой столице. Новую врачебную амбулаторию Новую врачебную амбулаторию торжественно открыли в селе Колыванское Павловского района. В учреждении будут оказывать медпомощь жителям трех населенных пунктов. Это больше полутора тысяч человек. Раньше амбулатория была в здании бывшей школы 60-х годов постройки. Со временем оно пришло в негодность. Новую амбулаторию начали строить в центре села в мае 2023-го. И вот в октябре почти все готово для приема пациентов. Остались последние штрихи, например, установка компьютеров. Начать регулярный прием обещают уже в начале ноября. Новая врачебная амбулатория у нас в районе такого вида. Имеется полный набор помещений, педиатрическое отделение для детей, взрослое отделение для лечения взрослых пациентов, дневной стационар, смотровой кабинет акушерской гинекологической службы и стоматолога кабинет. Пока в настоящий момент здесь выездная работа, выезжают врачи из Павловской ЦРБ. Отмечу в этом году благодаря проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта здравоохранения. В Павловском районе построили два медицинских объекта. Это амбулатория в селе Колыванском и ФААП в селе Рогозиха. На эти цели из федерального и краевого бюджетов направили 58 миллионов рублей. И еще о медицине. Сельский фельдшер работает в Зминогорском районе. Выпускник Рубцовского медколледжа устроился на работу в Савушкинский фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас Дмитрий Пасечник ведет прием больных, посещает пациентов на дому, берет анализы, делает уколы и прививки. Параллельно трудится в скорой помощи. В будущем хочет получить высшее медицинское образование. А я продолжу. Систему ливневой канализации обустраивают на улице 65 лет Победы в Барнауле. Там продолжается строительство участка дороги от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта. Рабочие уже проложили трубы и отсыпали поверхность грунтом. Впереди укладка песчаного слоя основания и щебня. Параллельно ведутся работы по защите газовой линии и переносу резервных труб Барнаульской сетевой компании. В следующем году подрядчик приступит к укладке асфальта. Также сделает тротуары и велодорожку, парковочные карманы и остановочные площадки. И к другим темам. Заседание общественной палаты Алтайского края прошло в Барнауле. Обсудили работу штаба наблюдения на прошедших выборах и соблюдение избирательных прав граждан. Работа началась еще в июне, когда стартовало обучение наблюдателей. А это более 2,5 тысяч человек. Их координировал штаб, в состав которого входят представители общественной палаты, преподаватели юридических дисциплин и студенты алтайских вузов. В единые дни голосования они работали круглосуточно и обработали 192 сообщения о возможных нарушениях. Кроме того, находили информацию в социальных сетях. Отдельно мы даже выделили влияние инагентов. Достаточно интересный факт, когда бывшие жители Алтайского края, пока еще наши соотечественники, находясь в Тбилиси, использовали свой любимый инструмент. Выявляли какие-то технические нарушения. Любая заметка в соцсетях. После этого все раскручивалось. Ну, что называется, раздували из мухи слона. Все сообщения проверяли и при необходимости передавали в правоохранительные органы. В основном это были малозначительные нарушения и технические недоработки. Например, неверный ракурс камеры наблюдения или неубранный агитационный плакат. Во время выборов на территории Алтайского края зарегистрировали три фейковых сообщения в интернете. К примеру, были попытки организовать голосование на несуществующем участке. Это делается для того, чтобы избиратель, ну, так скажем, ну, во-первых, повлиять на волеизъявления самого гражданина. Во-вторых, ввести его в состояние заблуждения, при котором он будет говорить о том, что сама по себе избирательная система плохо работает, неправильно информирует нас. Мы хотели проголосовать, а не получилось. И вот как раз это нам приходилось исключать. Помимо выборов, на заседании палаты обсудили защиту прав человека в местах принудительного содержания. В следственных изоляторах, исправительных колониях, психиатрических клиниках. В Алтайском крае существует общественная наблюдательная комиссия. В составе 20 человек. В основном их работа строится на том, что они посещают места принудительного содержания и рассматривают жалобы от осужденных. Они касаются условий содержания, медицинского обеспечения, депортации иностранных граждан. Сегодня в Алтайском крае не отмечены серьезные нарушения законности при содержании подследственных, осужденных. Все поступающие жалобы не только от осужденных, но и от родственников рассматриваются достаточно быстро. И дается ответ на все поступившие заявления. Добавлю, общественные наблюдательные комиссии в России создали в 2008 году. Алтайский край входит в число лучших по стране. По словам Алексея Дедкова, это связано с тем, что в нашем регионе комиссия выстроила конструктивный диалог с правоохранительными органами. Всероссийские соревнования по плаванию Кубок Сибири начинаются сегодня в Барнауле. За награды будут бороться юные спортсмены 11-16 лет. За заплывами наблюдает моя коллега Юлия Шеламова. Она на прямой связи со студией. Юлия, доброе утро, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Спортсмены разминаются, они готовы выйти на старт. Пока узнаем подробнее о том, как будут проходить соревнования у главного судьи соревнований Александра Звягинцева. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда участники? Мы проводим соревнования для всех субъектов Российской Федерации. На настоящий момент участвует Сибирский федеральный округ и одна команда из Дальневосточного федерального округа, представляющая Республику Бурятия. Всего у нас участвует более 35 клубов из более чем 25 городов Сибирского федерального округа, ну и, как я сказал, один из Бурятии. Более 650 спортсменов. Какого возраста? Возраст спортсменов у нас охватывает 11-16 лет, то есть девочки у нас 11-14 лет, мальчики 13-16 лет. В каких стилях они будут соревноваться? Плавают они всеми стилями плавания, в том числе комплексное плавание. Будет разыграно у нас 25 комплектов наград. Специфика наших соревнований тем, что соревнования проводятся в двоеборе, то есть не каждая дистанция награждается, а спортсмен должен проплыть именно две дистанции, чтобы попасть на награждение. Одна дистанция проплыта не даст гарантии попадания в призы. Всех победителей уже сегодня определяют? Нет, первые победители появятся только завтра к вечеру, и последнее награждение у нас состоится в третий день соревнований. Ну и плюс эстафеты, то есть более 40 комплектов наград будет разыграно в эстафетном плавании. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Подробнее о соревнованиях мы будем рассказывать в следующих выпусках новостей. А пока я передаю слово в студию коллеге. Юлия, спасибо. Ждем вас в редакции. А я продолжу. Власти города планируют демонтировать буквы Барнаул, город Родиноносный, на крыше одного из домов на проспекте Красноармейском в краевой столице. Как сообщает официальный сайт города, причина – аварийное состояние. Конструкции на крыше дома по проспекту Красноармейскому 118 около 40 лет. Как сообщил глава города Вячеслав Франк, в этом году провели экспертизу. Специалисты утверждают, что есть вероятность обрушения. Подрядчика для демонтажа уже выбрали. Работы начнутся на следующей неделе. Далее буквы передадут на ответственное хранение в Автодорстрой. Дальнейшую их судьбу будут определять вместе с жителями города, общественностью, ветеранским движением и депутатами. Вечный огонь переводят на природный газ в Барнауле. Об этом сообщает официальный сайт города. Сети газоснабжения на площади Победы реконструировали. Заменили оборудование, проложили внутриплощадочные сети и установили газорегуляторный пункт. На эти цели выделили 6 миллионов рублей из городского бюджета. Готовиться к весне начали в Барнауле. Специалисты приступили к высадке тюльпанов. Цветы украсят 30 клумб на главных улицах города, в скверах и на площадях. Всего планируется высадить 75 тысяч растений. Из них 25 тысяч ранних махровых сортов. Общая площадь посадки около 2000 квадратных метров. Ярче будущей весной станут участки на проспекте Ленина, площади Советов, Мира, площади Баварина, а также на Павловском тракте, на улицах Шукшина и 50 лет СССР. Для посадки выбрали 18 сортов. До наступления морозов луковицы тюльпанов должны успеть укорениться. После этого цветники укроют лапником на зиму. А у меня все. К этому часу я желаю вам хорошего дня.